Ну а если одни прощаются со своими незаконными владениями, то герои нашего следующего сюжета уже пять лет не могут заселиться в дома, которые приобрели законно. Все потому, что строительная компания «Новый город» не сдает в эксплуатацию жилищный комплекс «Пентагон». Он расположен в Махачкале на улице Камаева. Недовольные дольщики собрались возле своего объекта, затем с возмущением направились в Минстрой и офис строительной компании. Их сопровождал и наш корреспондент Хамзанур Магомедов. Ему слово. Вот такие шаткие межкомнатные перегородки возвели рабочие под руководством бригадиров строительной компании «Новый город». Они буквально рушатся на глазах. Поврежденные стыки, трещины в каждой комнате. Владелец этой квартиры Мурат Османов боится, что от такого качества работ кирпичи в будущем упадут прямо на головы жильцов. Я просто обращался неоднократно к главному инженеру. Уже на прошлое собрание четвертый раз обратился, он меня просто послал. Просто послал, иди вот прораб сделай. Сейчас даже не знаю уже, ни один мой дом вот такой, ни одна квартира. Вот по кругу все дома вот так идут. Помимо возмущения относительно качества строительных работ, дольщиков, то есть тех, кто вложил свои финансы в эти квартиры, беспокоят из сроки ввода здания в эксплуатацию. Строительство жилищного комплекса «Пентагон» от компании «Новый город» началось еще в далеком 2013 году. Здесь 450 квартир. Белоханум Кудаева – одна из первых, кто купила здесь квартиру. Ей пообещали, что дом будет сдан в 2015 году. Уже 20-й заканчивается. Увы, а дело в том, что если бы наши пайщики еще не платили бы, это другое, здесь почти все оплатили. За этот дом везде есть оплата. Я уже готова свои деньги вернуть, но и вернуть тоже не могу. Потому что невозможно. Не сдают дом, ремонты делать не можем, ничего не можем сделать, вот уже сколько времени. Люди живут на квартирах, смс-ки приходят, быстро оплатите за квартиру, иначе квартира будет продана. Быстро идут, берут кредит деньги, оплачивают за квартиру, теперь за квартиру платят, за кредит платят, за этот дом платят, а дом не сдается. Уже какой год? Но уже нет вообще, уже у всех нервы, нервы на пределе. Люди собираются, говорят, толку никакого. У них по уставу написано одно, а на деле происходит совсем другое. По уставу у них прописано, как должны проходить собрания, протоколы должны быть. У них прописано, как должны расходоваться средства, как они должны информировать дольщиков. Если сроки переносятся, это должно обсуждаться со всеми нами. Все здесь происходит без обсуждения, без уведомления нас. Мы живем и вдруг получаем письма, дом перенесен срок сдачи на такой-то. Спрашиваешь, на ком основании, почему нет. Год проходит, опять перенос. Год проходит, опять перенос. Ну, я не знаю. Отчаянные дольщики направились в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства республики. Здесь им напомнили их законные права и рекомендовали возможные варианты решения проблемы. Сейчас мы связались с представителем ЖСК Нового города. Во вторник мы хотим вместе с инициативной группой этого ЖСК и председателем ЖСК Нового города во вторник организовать встречу в Министерстве строительства. По результатам этой встречи будет принято решение дальнейших действий пайщиков этого ЖСК, которые могут сменить председателя ЖСК своим общим собранием пайщиков. Далее владельцы квартиры собрались в офисе строительной компании «Новый город». Здесь их встретили юристы и помощники учредителя организации. Дольщики запросили у них финансовый отчет с детализацией того, на что были израсходованы деньги, а также списки всех пайщиков для принятия совместно дополнительных мер. Им ответили, что предоставят информацию только через сутки. Требования пайщиков нам понятны. Мы услышали их. Требования мы их не исполним. Их запросы тоже мы подготовим ответы на них. И хотелось бы сказать, что объективной причиной затяжки строительства нашего являются недобросовестные пайщики, которые обязались оплатить. И вовремя не оплатили. И из-за этого мы немножко по срокам отстали назад. Если те пайщики свои обязательства исполняют до конца, то, думаю, к февралю следующего года уже люди смогут приступить к ремонту. Никто эти средства в свои карманы не поставил, никуда не уехал, не убежал. Мы свои обязательства исполним. Однако дольщики, по их словам, слышат подобное уже не в первый раз. И поэтому говорят, что уже не верят ни в какие обещания. Гарантии, по их словам, у них нет никаких. Всё, как и прежде. Только предположительно, в том числе и даты завершения строительства, которые практически у каждого в договоре разные. Если квартиры в скором времени им не сдадут, они намерены через суд поменять председателя ЖСК. А в случае необходимости обратиться в прокуратуру республики для заведения уголовного дела за хрещение и нецелевое использование денежных средств, которое, по их мнению, может усматриваться в действиях застройщика. Хамза Нурмагомедов, Нурмагомед Магомедов, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Махачкала.